В ЕС пересматривают директивы об авторских правах с тем, чтобы адаптировать законы к требованию мэра новых технологий. Хороший шанс прояснить границы возможностей в этой сфере для интернет-пользователей. Например, могу ли я передавать в пользование или продавать мои электронные книги? В отличие от привычных нам бумажных, книг продавать или передавать в пользование другому лицу ваши электронные книги нельзя. Все дело в том, что европейское законодательство различает традиционную и цифровую продукцию. А можно ли делать резервные копии, к примеру, ДВД-дисков? Сегодня такая возможность ограничена на официальном уровне так называемыми мерами по технической защите. Они действуют в ЕС и запрещают потребителям делать резервные копии такого рода. Несмотря на то, что пользователи платят за это право, когда покупают приспособления для скачивания и копирования. Это заложено в их цену. Могу ли я использовать свою игровую приставку как компьютер, установив на ней операционную систему? Ответ на этот вопрос будет дан при пересмотре законодательства об авторских правах в интернете. В вашем конкретном случае речь идет о лицензировании. Мы выяснили, что некоторые производители приставок запрещают клиентам устанавливать операционную систему. Есть такие компании, которые оговаривают для себя возможность дистанционного удаления с вашей приставки подобных установок. Могу ли я скачать и выложить тот или иной музыкальный ремикс в социальную сеть, чтобы поделиться с друзьями? Вы можете загрузить ту или иную композицию на ту или иную социальную платформу. Однако вы рискуете. Песня вполне может быть стерта правообладателями. Ситуация в этом секторе остается неясной. Для меня очевидно одно. Потребитель сегодня защищен в наименьшей степени, когда речь заходит об авторских правах в интернете. Хотите задать вопрос? Заходите на наш сайт или наши страницы в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok